Короче, мне сказали, что я козлиная и давно не выхожу на связь. Привет, с вами Олег Бузов и два месяца в самоизоляции дали о себе знать. Ни с того ни с сего мне захотелось сделать ролик по игре Барби и её лошадь или как-то так. Причём предпосылок на это вроде как не было никаких. Я никогда в неё не играл до этого, а единственные куклы, о которых я хотя бы что-то более-менее знаю, это шоу, выходившее в 90-е на телеканале НТВ, да кукла Чаки из фильмов ужасов. Итак, запускаем игру и видим, как наша пластиковая героиня общается со своей, как я полагаю, не менее пластиковой подругой. Привет, Тереза, ты готова к участию в большом конном шоу? Ты ведь тренировалась целую неделю. Нихера ж себе, целая неделя. Это ж почти столько же, сколько создавалась эта игра, судя по графике. А её стоило оказалось пустым. Я опросила всех, кто был неподалёку, но никто её не видел. Следы её копыт вели к лесу. О, Барби, мне кажется, что её кто-то похитил. Ты уверена, Тереза, кому в голову сбрело украсть счастливую? В этом году соревнования уж очень серьёзные, Барби. Да, соревнования настолько серьёзные, что наше подругание не пожалело на подготовку целую неделю. Шоу начинается через пару часов. У нас не очень много времени. Ну, перед нами типичная женщина. Вырядилась, принарядилась, а коня на скаку, пока его пи***ли и стоило, не остановила, хотя до неких соревнований всего два часа. Наша героиня соглашается помочь в поисках лошади, хотя по факту как раз всем и будет заниматься она, а наша подруга только чилить и посасывать коктейли из водки и пластиковые конечности какого-нибудь кена. Что ж, первым делом в этом чудном мире, разумеется, я решил погонять петухов, гуляющих рядом. Пошли нахуй отсюда со своим тиктоком и Маргенштерна своего засунь себе... Воу, хи***, снесло-то как, ну управление здесь. Мне кажется, чтобы рулить этой Барби, нужно в реальности на права сдавать. А вообще, только гляньте на эту природу, какая красота, какой мир, это ж почти что GTA. И игра, кстати, правда сделана на том же движке, на котором выходили трешка, Vice City, San Andreas, только GTA разрабатывала не студия, а голубая макака, лол. Так, ну, как вижу, у меня есть возможность зайти в дом, это, наверное, мой. А в доме есть возможность выбрать стильный лук для этого Баребуха. Хм, типа, Барби, полное имя Баребух. Ладно, если у Карла Джонсона цвета его группировки были зеленые, то, уверен, наша героиня входит в состав банды, у которой основной цвета-то розовый, поэтому наряжаем ее так, чтобы иметь уважение среди всех журналисток этого мира. Гля какая, поди женихи теперь будут стайками бегать. А это походка, просто Мисс Саранск 2006. Так, теперь давайте заберем из гаража нашу машину. Я в марках автомобилей не разбираюсь, но могу сказать точно, что это не Мустанг. А из предложенных вариантов имени, которые мы дадим нашему транспортному средству, мне больше всего импонирует, конечно, Лютик, в память о тех славных временах в Изиме. Что ж, настало время отправляться на поиски коня нашей подруги. Следы счастливой, так зовут лошадку, которую мы ищем, ведут нас в лес, который состоит из одной дороги с фотообоями по краям. В какой-то момент я даже наткнулся на озеро, и в желании узнать, умеет ли Барби плавать или пойдет ко дну, как Томми Версетти, направил своего коня прямо в водоем, но мое любопытство уткнулось в невидимую стену жестокого разочарования. Судя по всему, наша героиня имеет что-то общее с назгулами из «Властелина колец». Немного погуляв по лесу, мы находим подкову, принадлежащую счастливой, и Барби решает сразу сообщить об этом подруге. Алло. Да-да. Ну как там с деньгами? Ну а подкова это еще не вся лошадь, поэтому едем дальше. Лютик, хорошая девочка. Да, это я. Хотя подонки этого города называют меня «Пурпурный мститель». В скором времени на нашем пути попадается мальчик-пастушок, который попросит загнать его козочек в загон. Да, это даже звучит странно, согласен. Но интересен этот молодой человек нам по другой причине. Благодаря ему я наконец-то понял, где я слышал голос женщины, которую озвучивает Барби. Дубляжом этой игры занимался дуэт GSC1. Это те же люди, что и озвучивали в IC, те остров вегетарианцев, по которым у меня тоже есть короткий ролик, и, как уверяет сайт, специализирующийся на русификаторах, эти ребята дублировали еще сотни всего, даже Гарри Поттера для Иксбокса. Кайф. О, мисс, я видел красивую лошадь, которую проводили через те ворота, только она была как будто в муке. Спасибо за подсказку. А тот, кто возле бассейна? Чесс Торрент, знаменитый певец из Love Fist. Могу спорить, вы знаете, как играют в пинг-понг в Таиланде. Я расскажу вам, они не пользуются ракетками, если вы меня понимаете. Этот знакомый с детства, голос под питчем, рассказывает, что видел, как по этой дороге проводили недавно лошадь, подходящую под наше описание, и Барби, набрав вновь своей подруги, отправляется по горячим следам дальше. Ммм, старая вельница. Здесь героиня находит несколько улик, шарф и шляпу, и с какого-то хуя решает, что они принадлежат похитителю, а мы после этого в ходе ураганного шутера сбиваем яблоки с дерева, чтобы покормить лютика. Дорога выводит нас к небольшому городишку, который выглядит как идеальное место для событий какого-нибудь рассказа Стивена Кинга или сериала Твин Пикс, но Барби ради спасения лошади пойдет на что угодно, и в ходе расспроса местных жителей выясняет, что похититель действительно бывал здесь, и даже более того. Он оставил свой шарф в местном магазине и обменял старинные часы на упряжь для счастливой, а на часах стоят инициалы МС. Я очень надеюсь, что вором не будет Михаил Саакашвили. Мне нужно попасть в пустынные сады, расположенные вон там. Ну, на самом деле я смогу перевезти вас через реку. Вот только мост поломан. Если вы сможете найти нужные части дерева, чтобы его починить, то мы сможем перебраться в другую сторону. И теперь гляньте, если это не самая феминистская игра, то я даже не знаю, какая подходит на роль самой. Типа, уже изрядно умудренный жизненным опытом строитель сидел-сидел и не мог починить мост, но тут пришла пластиковая хрупкая ма**а в розовом прикиде и хоп она! И все починила за секунду. Вот так так. Спасибо вам, мисс, я бы никогда не смог починить мост своими руками. Поиски коняхи приводят Барби в каньон, и здесь я вот что подумал. Тут такое разнообразие локаций, и при этом такой маленький и уютный мир, что, будь у игры чуть более сложный сюжет, то это вполне ведь могли бы быть годные приключенческие приключения. Хотя, возможно, целевая аудитория и так вполне себе довольна, и даже заслуженно. Тереза, я проследовала по следам, похожим на копыта Счастливой, в пустынные пещеры. И я что-то обнаружила с помощью моего металлоискателя. Я не могу к нему добраться, оно завалено камнями. Попытаюсь убрать камни, вполне возможно, что там лежит что-то очень важное. Господи, как будто разговор двух военных просто. Вот у меня два вопроса. Первый. Барби, тебе реально нужно было звонить по телефону подруги, чтобы получить от нее приказ разгребать камни? И второй. А чем, собственно, занята сейчас наша подружка, когда мы и камни таскаем, и каких-то деревенских жителей донимаем расспросами, чтобы найти ее лошадь? Под камнями же мы обнаруживаем запонку похитителя, и это становится очередным пазлом в общей картине определения, кем же является злоумышленник. Проехав часть дороги с какой-то рандомно попавшейся нам бабой, также внезапно уходящей из нашей истории, как она и появилась, Барби добирается до финальной точки своего пути, до железнодорожного вокзала, на перроне которого припарковался поезд, а внутри одного из вагонов. Как это же и есть, счастливая, вы нашли ее! И Барби, взломав замок, который удерживал счастливую заперти, наконец-то высвобождает ту на волю. Осталась лишь одна проблема, выяснить, кто ответственен за конократство. Итак, у нас есть 4 улики, несколько подозреваемых и... Да, друзья, это то, чего я опасался. Коня украл Саакашвили. История умалчивает, какую кару понес похититель. Нет, я серьезно, об этом вообще не говорят ни слова. Зато говорят, что наша подруга таки заняла первое место в этом лошадином соревновании, и за это ей дали серебряный кубок, а она, чтобы отблагодарить Барби, дарит нам кошку, за которой можно ухаживать в стойле. Конец. Это был ролик по игре Барби. Приключенческие приключения на ранчо. Зачем он нужен, неясно. Ну, всем спасибо за просмотр, друзья. Вероятно, скоро встретимся. Субтитры создавал DimaTorzok